всем привет сегодня у нас обзор беспроводных наушников с алиэкспресс поскольку многим интересны недорогие девайсы из китая я решил время от времени про них рассказывать и сегодня у меня на обзоре полноразмерные наушники с активным шумоподавлением mix der е9 в этом видео я попробую рассказать про них максимально подробно а также поделюсь плюсами и минусами которые мне удалось выявить в процессе тестирования этих ушей забегая немного вперед скажу что модель получилась достаточно интересной для своего ценового сегмента и не только из-за своих технических характеристик впрочем давайте обо всем по порядку под недорогими наушниками я подразумеваю цену примерно в 3000 рублей как вы понимаете для такой техники сейчас это совсем небольшая сумма а для беспроводных моделей и подавно я бы даже сказал что рассматривать что-то еще более дешевое смысла нет совсем просто потому что можно нарваться на откровенный хлам ну а 3000 плюс минус это именно та сумма от которой стартуют более-менее адекватные девайсы и mix der е9 можно отнести именно к таким девайсам до посмотрев на них кто-то скажет что выглядят они пресно и возможно даже немного скучно но на мой взгляд в этом и есть и главная фишка конструкции здесь нет каких-то сложных дизайнерских элементов как впрочем и нет ярких цветов в оформлении корпуса зато здесь есть простая и надежная конструкция потрясающе удобная посадка и вполне себе приятное качество звучания корпусу этих наушников выполнен из черного пластика конструкция у них складная и самое важное в основании ободка используется металлическая дуга она придает конструкции жесткость и благодаря ей наушники не ощущаются хлипкими да и вообще сказать по правде каких-то откровенно слабых мест конструкции здесь я не нашел по крайней мере если судить по меркам бюджетных моделей то собраны они отлично посадка это еще одна сильная сторона е9 здесь достаточно большие и мягкие амбушюры они полностью закрывают уши с одной стороны сидят достаточно плотно то есть них можно быстро ходить спускаться и подниматься по лестнице двигать головой при этом они в любом случае останутся на месте никуда не денутся а с другой стороны они абсолютно не давят на голову и носить их комфортно наушники поставляются вот такой черной коробки она кстати говоря здесь очень аккуратная сзади есть описание и технические характеристики на нескольких языках и в том числе на русском и это приятно особенно учитывая что наушники мы заказывали на алиэкспресс а там как известно мало кто из производителей заморачивается подобными вещами внутри коробки находится черный пластиковый кейс внутри самого кейса лежат наушники micro usb кабель и кабель с трех с половиной миллиметровым джеком то есть если вдруг аккумулятор у вас разрядился всегда можно подключить наушники к плееру или к телефону старым дедовским способом используя провод и надо сказать что это очень удобно с другой стороны подобные ситуации по идее будут возникать нечасто потому что эти наушники способны работать на одном заряде аккумулятора достаточно долго производитель заявляет 30 часов прослушивания в обычном режиме и примерно 24 часа с включенным шумоподавлением от себя добавлю что эта цифра близка к реальности потому как за неделю теста этих наушников действительно заряжал я их всего пару раз думаю что в одном из следующих видео я попробую более детально в цифрах изучить их автономность ну а пока просто скажу что держит заряд они реально долго и пару-тройку дней проходить мне без подзарядки вполне реально еще в комплекте есть инструкция и вот такой интересный переходник я честно говоря не совсем понял его назначение но если кто знает зачем он нужен пишите в комментариях попробуем разобраться вместе и найти ему правильное применение ну а теперь расскажу немного о звучании этих ушей в них установлены весьма неплохие 40 миллиметровые динамики заявленным диапазоном от 20 герц до 20 килогерц наушники обладают достаточно глубоким басом и могут довольно чисто воспроизводить высокие частоты однако я не могу сказать что какой-то конкретный жанр будет являться для них сильной стороной а какой-то слабый с другой стороны надо понимать что это все таки бюджетная беспроводная модель которая отрабатывает свою стоимость в 60 долларов на 110 процентов но требовать от них чего-то сверхъестественного разумеется не стоит все-таки это не хай-фай оборудование а просто легкие удобные наушники на каждый день который к тому же способны очень долго работать без подзарядки шумоподавление активируется здесь специальным рычажком расположенным на левом наушнике что интересно в таком режиме характер разлучение несколько меняется как бы выпячивая средние частоты но проникновение внешних шумов в уши пользователя действительно становится минимальным хотя в целом шумоизоляции здесь дела обстоят отлично и даже без включения функции шумоподавления внешние шумы проникают в уши не очень сильно остальные элементы управления расположились на правой чашечке девайса а именно кнопка включения и клавиши увеличения уменьшения громкости наушники подключаются к вашему смартфону максимально просто включаете bluetooth включаете сами уши и устанавливаете сопряжение никаких дополнительных шагов делать не надо все максимально просто и понятно разумеется присутствует режим стерео гарнитуры для звонков качество передачи речи находится на нормальном уровне и жалоб со стороны моих собеседников ни разу не поступало хотя все отмечали что небольшая разница относительно встроенного микрофона телефона все-таки есть не то чтобы это кого-то сильно напрягало но все-таки надо понимать что звук будет несколько иной и так в сухом остатке скажу что mix der е9 это наушники которые можно назвать оптимальным сочетанием цены и качества конечно же с точки зрения звучания они не являются эталоном но с другой стороны за 60 долларов которые просят за них производитель это вполне себе нормальная девайс который выполнен хоть и из простых материалов но при этом очень и очень неплохо плюс ко всему очень удобно сидит на голове и просто какое сумасшедшее время позволяет поработать без подзарядки но на этом пожалуй все вы смотрели канал geek inside точка ру увидимся в следующих видео и всем пока